Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я бы хотела поговорить и рассказать вам о своих новинках, приобретенных в ноябре месяце. Это будут маски. Те, кто следит за мной на инстаграм, знают об этих масках. Я их уже показывала, но еще не рассказывала, не делилась своим мнением, каким-то таким поюзанным, скажем так, ощущениями и мнением. И видео, скорее всего, будет состоять из трех частей. Я покажу вам сейчас эти маски. У меня была приобретена вот такая масочка от Kiehl's, три маски от L'Orealize, известные сейчас довольно-таки вот эти три маски. И маска была приобретена от Lumine. Я расскажу о всех трех масках и буду сравнивать также их с тем, что у меня имеется. Видео будет поделено, как я уже сказала, на три части, потому что иначе будет очень длинно и неинтересно, наверное, так. Кому... Или, может быть, кому-то неинтересна одна маска, а интересны другие маски. Поэтому, чтобы их все не объединять в одну, в одно видео я решила поделить эти видео. На мне сейчас нет ничего, ни крема, ничего. Чистое лицо, голое. За исключением ресниц. И масло для губ у меня новинка от Clorans. Ну и тоже, если кому интересно, то у меня вот такая вот герлен. Она мне совершенно не нравится и расскажу потом позже, почему. И давайте приступим. Начну я, конечно, с вот этой маски, потому что она более такая разогревающего действия, более интенсивного действия. И сравнивать я ее буду с вот этой маской от Beater, называется Wandermood. Почему я буду сравнивать их? Потому что мне кажется, что они очень похожи по действию. Ровно как и вот эта маска красная, глиняная, от L'Oreal. Но позже я расскажу о своих ощущениях. То есть вот эта глиняная маска, но как бы три маски я не могу нанести сразу, но в принципе можно и попробовать. Еще одну это намазать, другую это и лоб третий. Но я хочу сравнить именно вот эти две маски. Мне кажется, что они больше схожи между собой, хотя и отличаются и по цвету, и по всему. Я убираю волосы, чтобы они мне не мешали. Я ее нанесу в такой вот пучок своеобразный и наношу. На половинку нанесу, на одну маску я нанесу, на одну половинку, вторую на другую половину. Маска вот выглядит вот таким вот образом. Я покажу потом ближе. И вторая маска, она зеленого цвета. Они обе глиняные и вот такого цвета она. В общем, приступаем. Вот так выглядит одна половинка лица. И сейчас я буду наносить вторую маску. Но сначала сотру пальцы. Буду наносить маску от Пиотерм Вандер Муд. Чудесная грязь. И вот так в нанесении выглядит вторая маска. По ощущениям, что по нанесению эта маска, которая оранжевая, она с пуркумой. Сейчас я вам скажу. Эта маска содержит в себе желтую, по-моему, если я правильно говорю, желтую куркуму. И клюквенные семечки, как бы отшелушивающие, то есть с кислотами. По ощущениям, эта маска очень так освежает, тонизирует, холодит, даже жжет немножко. Я не уверена, что она подойдет хорошо для чувствительной кожи или сухой кожи. Но если только попробовать не дать ей засохнуть. Но ощущение такое, знаете, как будто бы вас намазали каким-нибудь кремом для разогревания. Спортивным кремом для разогревания. Каким-нибудь пчелиным ядом или еще что-то. Змеиным ядом. Они такие, значит, как бы горячие, холодные. Такое ощущение. С вот этой маской противоположное ощущение. То есть очень комфортно, очень мягко. У этой маски очень мелкие скрабирующие частички. Мне кажется, что она очень хорошо подойдет именно для чувствительной сухой кожи. Нет ощущения жжения или покалывания. Но работает она нисколько не хуже, чем вот эта маска. Посмотрим, сейчас подержим. Вот эту маску написано зеленую. Нужно держать не 3 минутки, что мне, кстати, нравится то, что не нужно сидеть долго. И написано, что наносить ее 2 раза в неделю на чистое лицо. Избегать его в области вокруг глаз и губ, естественно. И она содержит в себе кислород и восстанавливающий алга и экстракты. И будем ждать одну, ну где-то приблизительно, да, 3 минутки и подождем. И про вот эту масочку хотела рассказать. Это маска с куркумой и семенами клюквы. Маска дарит мгновенный заряд энергии, свежести и сияния тусклой кожи с признаками усталости. Придает ей здоровый вид и заметно сокращает поры. Это то, что заявляет производитель. Измельченные семена клюквы способствуют мягкому отшелышению кожи, делая кожу ощутимо более гладкой. На самом деле это так. И после нее действительно есть результат. Но, есть одно но, что эта маска вряд ли подойдет тем, у кого тонкая чувствительная кожа и с расширенными сосудиками на лице, потому что она может вызвать обострение. Поэтому, в принципе, маска хорошая, но нужно, конечно, смотреть все по своим ощущениям, по своей коже. И маска Биотерм. Действие маски. Она сокращает поры, восстанавливает сияние, насыщает кислородом. Это первая маска Биотерм, содержащая экстракт зеленой микроводорослей и марокканскую глину. Всего через 3 минуты после нанесения маска очищает поры и устраняет загрязнение кожи. Кожа наполнена сиянием и дышит. Воздушная текстура маски бережно обволакивает кожу, делает ее нежной и бархатистой. Думаю, что маска подойдет также и чувствительной коже, и с расширенными сосудиками на лице. Действительно, очень легкая, тонкая, нежная и бережно заботится о вашей коже. Регулярного применения вы заметите, что ваши поры действительно уменьшились и лицо стало более свежим, чистым и сияющим. Убирает тусклость тоже, как и вот маска с куркумой и клюквой. Поэтому выбирать вам. По ценовой категории они приблизительно одинаковые. По-моему, зеленая стоила 38, это 34. Но, опять же, в зеленой маске одинаковое количество продуктов. 75 и 75 просто кажется, что баночка больше. Ну и все. Я пошла смывать масочки. И увидимся через пару минут. Вот, посмотрите. Эта маска уже практически подсохла. Она не сохнет, как глина сама по себе, вот как, знаете, сушивающая вашу кожу. Нет, я очень довольна двумя масками, но скажу потом свой отзыв о вам. Посмотрим сейчас, как это будет выглядеть. И вот маску я смыла. И я вот сейчас поближе к вам подсяду. И посмотрите. В принципе, по ощущениям и одна, и вторая, после одной и второй маски я ничего еще пока не наносила на кожу. Они, кожа очень приятная, очень мягкая и бархатистая. Но, что я хочу сказать. Вот эта маска оранжевая, которая была от Kiehl's, она более, что ли, мне до сих пор печет вот здесь, вот возле носа. У меня сейчас в данный момент насморк. И приходится постоянно тереть салфеткой нос. И, возможно, у меня здесь раздражение. Но с этой стороны у меня нет никакого жжения. Здесь у меня до сих пор ощущение покалывания и жжения. В принципе, меня это не пугает, это покалывание и жжения у меня нет. Но если у вас есть какие-то высыпания, прыщички, такие открытые ранки, нужно быть очень-очень осторожным, чтобы не разнести дальше это все дело. Я боюсь, что она не подсушит вот эти высыпания, открытые, я имею в виду, которые уже назревшие такие. А с вот этой маской более деликатное очищение. И я бы сказала, что вот эта маска больше подходит женщинам с возрастной кожей, как у меня. Эта маска – это такое взрывное энергетическое действие средство. И она более подходит на утро, чтобы придать такую свежесть, проснуться и всё, и быть в полном порядке. Но надо учитывать, что если у вас может появиться краснота, то она появится от этой маски. От этой такого нет. Она более спокойная, более щадящая, и они похожи во действие, но они разные по своим, скажем так, потребностям, что ли. Если вы хотите ощущение свежести, взрыва, выбирайте маску с куркумой и клюквой. Если вы хотите более деликатного очищения, то выбирайте маску от Биотерм. Замечательная грязь, прекрасная, грязь с прекрасным настроением. Ощущение прекрасное, у меня нет нестянутости, то есть ощущение стянутости я не чувствую. Но вот эта половинка, мне кажется, что она у меня холоднее. Просто холоднее, хотя смыла я её первую. А это, ну, обычная, нормальная комнатная такая, комнатная личика. И я сбрызну термальной водичкой сейчас, просто немножко успокоить. Таким лёгким, лёгким мистом. И это, это вот такое моё мнение. Мне нравятся обе маски, но выделю для себя больше вот эту маску. То есть она мне больше, больше нравится по там, по ощущениям на моём лице. Эта маска для меня более агрессивная, для моей возрастной кожи. Хотя, хотя, конечно, эффект очень приятный. Возможно, летом она просто изумительно будет подходить. Но я вот за вот эту маску. И дальше будут следующие две части. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Пока-пока.